Приветствую вас, Олеся. Я думаю, что первое и основное, что вам необходимо сделать, это понять и укрепиться сейчас, что вы находитесь в позиции жертвы. Потому что, да, муж больше не любит, переписывается с другими девушками, не отпускает вас с реберком, но у этого есть причина. И эти причины появились в том числе и благодаря вам. То есть вы внесли вклад в то, что сейчас ваш муж на свою любовь. И переписывается с другими девушками. И если вы планируете в будущем отношения, то очень важно разобраться с тем, какие действия вы совершили на пути к тому, чтобы эта ситуация стала возможной со своей стороны. Позицию мужа мы не берем. Может быть в процессе вы придете к тому, что сможете ситуацию для себя поменять. И в том числе наладить отношения даже с мужем. Даже с мужем. Понимаете, какая штука? Это очень важно. Дальше идем. Следующий номер. Вы говорите, что я не смогу терпеть измены. Ну, не очень здесь понятно. То есть, понимаете, вы как к своему мужу относитесь? Если вы сам его любите, у вас есть к тому числу. Потому что если чувства к мужу есть, то измены вас задевать не будут. Ну, при условии, что вы уверены в себе и что у вас все хорошо, с этим можно поработать. Вы не обязаны с мужем быть, но поскольку вы его любите и поскольку на данный момент одна материальная ребенка вы не потянете, то почему бы не побыть вместе? Пока вы не сможете материально встать на ноги. Если вы мужа не любите, опять же, не очень понятно, как измены вас задевают. Вот и с тем, что вы не можете терпеть измены, нужно разобраться. Потому что измены вы принимаете на свой счет. При том условии, что мой счет сказал, что вас не любят к вам. К вам больше тяги у него нет. Вы ему несимпатичные чувства ушли. И семью вас с ребенком, а с ребенком он не отпускает. Может быть, без того же ребенка. Кто знает. Но дело не в этом. Дело в том, что вас задевает то, что он будет вам отменяться. Хотя в мире еще не было. Это важный момент. Дальше. Если мы говорим с вами о том, что делать. Говорить ли ему, что я знаю, терпеть, там да и еще. В первую очередь, что бы что. Какая у всего этого цель? Гармонизировать отношения, возможно. Для этого нужно делать анализ их. Получите рекомендации. Разберете с собой. Отношения гармонизируете. Может быть, брак сохранится. Но никуда уходить не надо. Сидеть отдельно. Идти дальше. Хорошо. В этом случае другие рекомендации. Но в таком случае необходимо признать, что богатством вы обеспечить себя и своего ребенка не сможете. Кстати, а почему? Ну, я имею в виду не то, что у вас декретный отпуск. А то, что есть ли у вас профессия. Есть ли у вас чем заниматься в жизни. Нравится ли вам что-нибудь. Есть ли у вас любимое дело. Вот. Это очень важно. Есть ли какой ориентин. Потому что, ну, в принципе, два с половиной года ребенку, ну, уже можно, наверное, с ним сидеть, уже можно сходить на работу. При желании, конечно. Если есть желание, если есть любимое дело, если есть ориентиры, то можно уже выходить на работу. Ну, у вас такого желания, очевидно, нет. Да? И тут, если у вас отсутствует любимое дело, отсутствует самореализация, отсутствует, так сказать, приложение своих способностей, своих интересов. Возможно, стоит озаботиться, пока вы можете не работать, возможно, стоит озаботиться поиском своего дела. И в этом направлении работать, учиться и прочее, прочее, прочее. И в этом смысле, о каком терпении идет речь. Когда речь идет о том, чтобы вы смогли заниматься тем, чем хотите, и чтобы ребенок ни в чем не нуждался. То есть просто нужно поменять отношения. К этому и сделать выбор. Что я делаю выбор в пользу того, чтобы оставаться с мужем для возможности самой кем-то стать и обеспечения комфортом ребенка. Все. О каком терпении действительно речь. Как в этом случае измены могут вас задеть. Если задевают, то это ваши внутренние конфликты, страхи, с которыми нужно работать. Вот. Сейчас вы находитесь в треугольнике Карпмана, а вы жертва. Можете почитать об этом в интернете. Вы ищете какой-то вот такой уникальный, идеальный путь, которого, ну, к сожалению, нет. То есть тут нужно решать. Что важнее. Если важнее гордыня, гордость какая-то, да, там принцип, то вы уходите от мужа, перебиваете с хлеба на воду, страдает ребенок, страдает и вы, но зато вы вот не терпите измены, не живете с мужем, который вам изменяет. Ну, в кавычках, в кавычках, в кавычках изменяет, потому что еще то, что он переписывается с другими девочками и говорит, что вас не любят, это еще ничего не значит. Это значит, что между вами может быть какой-то конфликт, и любой конфликт можно решить. Вот. Либо вы, значит, принимаете решение, что я хочу, чтобы мой ребенок не страдал, ну, я хочу сама стать кем-то, и, соответственно, у меня есть возможность. Это вполне приемлемая цена. Потому что я измены на свой счет не воспринимаю. Тем более, что муж меня заманывает, он сказал прямо, все как есть. Решать вас. У любого действия будет своя цена. Вам нужно определиться лишь всем, какую цену вы готовы заплатить. И все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Если он вам понравился, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешит.